Рассмотрев сам по себе механизм, можно поговорить о том, когда использовать триггер. О крайних случаях и крайних позициях мы о чем-то позже поговорим, но смысл сводится к тому, что очень широким использование триггера в рамках какой-то базы данных, как часть информационной системы, стараются не делать. И возлагать на триггеры вполне определенные и довольно узкие задачи. В первую очередь это какая-то проверка данных. Опять же, если мы выделяем операции изменения данных, мы можем иметь ограничения в нашей базе данных, которые не укладываются в SQL и необходимо проводить дополнительные проверки. И для того, чтобы мы не получили каких-то несогласованных данных в базе данных, мы можем проводить эти проверки с помощью триггера. Ну, это же примерно связано с поддержкой согласованности. Мы говорили о том, что какие-то операции можно использовать, можно реализовывать с помощью коронимых процедур. Ну, очевидно, поскольку процедурные возможности используются и в триггерах, их можно реализовать и на триггерах. Журналирование и аудит. Та же достаточно понятная операция. Мы можем автоматически журналировать какие-то изменения в каких-то таблицах, просто для того, чтобы эти изменения всегда у нас фиксировались. И часто, очень часто это используется в тех системах, когда вопрос журналирования имеет существенное значение. Ну, аналогичный вопрос аудита и проверки каких-то правил по безопасности. Ну, также триггерами могут по каким-то причинам спускаться и не связанные с обработкой данных процедуры. Ну, это, скажем так, уже исключительная ситуация. Не часто используемые правила. Недостатки триггеров, в общем, тоже вполне понятны. В первую очередь, это, конечно, непрозрачность, да, и люди, которые достаточно большой опыт имеют в разработке информационных систем, связанных с базами данных, часто говорят, даже принимают довольно-таки однобокую позицию, говорят, что не стоит использовать триггеры никогда. То есть, всегда есть возможность каким-либо образом обрабатывать события иначе. Особенно, если мы ведем разговор о системах, которые имеют слой приложения при работе с данными, а не только базу данных. Почему? Потому что исполнение триггеров совершенно непрозрачно для кода приложений. И в тех случаях, когда вы выполняете какую-либо отладку, или просто пытаетесь понять, в чем дело, почему вы получаете какие-то результаты в процессе выполнения вашего приложения, иногда можно забыть о том, что существуют триггеры, и кем-то, вполне возможно, не вами, эти триггеры были добавлены, и они, как мы уже знаем, могут каскадно приводить к выполнению других операций, которые отследить зачастую бывает довольно сложно. И вот это вот механизм их автоматизированного запуска и непрозрачности с точки зрения процесса разработки приводит к тому, что иногда получаются совершенно неожиданные результаты, и поиск каких-то ошибок может быть сильно затрукнет. Сложность отладки. Опять же, да, мы говорили, здесь тоже характерные моменты, ровно как и связанные с использованием хранимых процедур. Особенно в тех случаях, когда триггеры у нас запускаются каскадно, использовать средства отладки, ну, или просто сымитировать какую-то реальную реальную ситуацию, бывает достаточно непросто. Производительность. Ну, тут довольно понятно, что поскольку мы имеем транзакционный подход к выполнению триггеров, то если мы, например, с помощью триггеров будем реализовывать довольно сложную обработку каких-либо операций изменения, то, естественно, сами по себе операции изменения будут выполняться дольше, чем если бы триггеров не было. При этом здесь не говорится о том, что сами по себе процедуры проверки, будучи реализованные, например, в слое приложения, выполнялись бы быстрее. Это зачастую не так, но, тем не менее, если мы это реализуем в слое триггеров, это все равно приведет к дополнительным задержкам и, скажем так, безальтернативным. То есть, если в слое приложения можно контролировать набор этих проверок и возможностей их запусков по тем или иным условиям, то в триггерах это далеко не всегда возможно. То есть, в триггерах могут быть дополнительные условия, которые также специфицированы стандартом, когда этот триггер может спускаться. Но и этого тоже далеко не всегда может хватить. Поэтому на производительность, да, безусловно, триггеры умеют и могут оказывать влияние. Ну и глобальность, да, то есть триггеры у нас являются глобальными, они существуют для, если они существуют для какой-то таблицы всегда, вне зависимости ни от каких, ни от прав доступа, ни от чего-то еще. То есть, там могут возникнуть ситуации, когда прав доступа не хватит на выполнение какой-то операции, но если прав доступа достаточно, то триггер будет выполняться в любом случае. Вот. И в этом смысле это тоже отсутствие гибкости и тоже некоторый недостаток. Итак, мы немного поговорили о процедурной составляющей языка SQL, рассмотрели хранимые процедуры, триггеры. Сейчас рассмотрим несколько примеров реализации этих механизмов для СУБДМа SQL. Продолжение следует...